По итогам вторых юношеских Олимпийских игр, прошедших в Нанкине во второй половине августа, сборная России заняла второе место в общекомандном зачете. В этом есть немалая заслуга воспитанника оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Евгения Рылова, завоевавшего четыре медали по плаванию. Его победа стала лучшим подарком к 85-летию Ленинского района. О лидере мужской юношеской сборной России по плаванию рассказывает Татьяна Акимова. Кто больше ждал этих медалей, сам спортсмен, его тренер или директор бассейна сказать сложно. Когда Женю в начале спортивной карьеры забраковала Федерация по плаванию из-за небольшого роста, в то, что результат все равно будет, руководитель центра «Дельфин» продолжала верить. А тренер проводил занятия на малой воде. Хотя говорили, что так чемпиона не вырастить. Да, радости просто нет границ. Это действительно победа. Это мы еще разочек сумели доказать, что если вкладывать в детей все, то мы получим олимпийское чемпионе. А вкладывали в подающего надежды плавца много. Сил, времени, денег. В результате на счету Жени неоднократной победы в областных всероссийских международных соревнованиях. Что и позволило Евгению стать лидером мужской сборной России по плаванию и попасть на заветные Олимпийские игры, где твердый характер юноши, его сила воли и мастерство сделали свое дело. Когда я выходил, я на самом деле настраивал себя. Я не загонял в голову, что это Олимпийские игры. И то, что большая ответственность, потому что я бы мог перенервничать и очень плохо проплыть. Я выходил просто плыть, получать удовольствие от дистанции, от оснований. Я выходил показывать себя. Женя выступил как нельзя более успешно. Золотая медаль на 100-метровке на спине. Лучший результат на 50 метрах. В комбинированной эстафете 4 по 100 метров Евгений и другие спортсмены стали чемпионами игр. На дистанции 200 метров на спине Евгений стал серебряным призером юношеских Олимпийских игр, уступив всего 0,14 секунды китайскому спортсмену. На всех дистанциях Женя установил рекорды. На 50 метрах – юношеский рекорд мира. На 100 метров Кириллов обновил свои же прошлые достижения. А на 200 был очень серьезный рекорд Полянского. С 1985 года никто в стране не мог этот результат побить. То есть на результат 20-летней давности это очень серьезное время было. И когда этот рекорд был установлен, с этим временем потом еще Игорь Полянский выиграл Олимпиаду. Настоящую взрослую. То есть время было очень серьезное, и он его побил более чем на секунду. Таким образом, уже не есть все шансы выиграть Большую Олимпиаду. А пока же профессиональные пловцы дельфина будут готовиться к чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет в Казани в будущем году. Дознавившись результатами Жени Рулова, даже я, самая неплавающая корреспондент телеканала «Видное ТВ», решила освоить вид спорта, который принес Ленинскому району первые олимпийские награды. И взяв несколько уроков, у меня уже есть достижения. Татьяна Акимова, Евгений Петров, Наталья Буслаева, «Видное ТВ». Продолжение следует...